Роби Дент. Здесь создают улыбки, которыми хочется делиться. Стоматологический центр на Гагарина, 26. Авсолицы ученикам сегодня разрешили свободное посещение школ. А вот в Клинском округе ребята не только учились, но и расчищали дворы одиноким пожилым людям. По инициативе Управления образования акция «Расчистить тропинку» стартовала в Клинском округе. Николай Ревенк, слово. Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, в нашем округе стартовала акция «Расчистить тропинку». На мой взгляд, это очень своевременная и полезная акция. Ее цель – помочь одиноким престарелым людям. Акцию объявило Управление образования округа. В нее включились в основном сельские школы. Я знаю, что одна из первых инициативу поддержала Новощаповская школа. Ну и сегодня лопаты в руки взяли ученики Малеевской средней школы. И как раз сейчас рядом со мной находится один из добровольцев. Привет, как тебя зовут? Андрей Черемхин. Андрей, очень приятно. Андрей, скажи, почему вы решили принять участие в акции? Мы решили принять участие в акции, так как тут живут пожилые люди и зачастую одни женщины. Им трудно чистить снег, так как за последние сутки нападало большое количество. И мы добровольно решили прийти почистить. Ну скажи, как ты считаешь, вообще у современного школьника есть свободное время на добрые дела? Я думаю, конечно, есть, просто не каждый это использует в свободное время. Мы в свободное время после школы помогаем пожилым людям выносить мусор, по дому что-нибудь сделать, а также почистить снег. Спасибо большое, Андрей, за то, что ты принимаешь участие в акции, за интервью. Ну а я напоминаю, что подобные акции будут проходить во всех сельских школах. И об акциях мы обязательно будем рассказывать. Так что следите за нашими новостями. Продолжение следует...